Значит, следующий вопрос. Двое детей дома постоянно ссорятся, 9 и 12 лет. Значит, не важно, как бы даже мальчик или девочка, кто из них. Пол тут, я считаю, не очень важен, потому что... А, еще там была добавка, что мы с мужем уже устали от того, что так происходит. Вот, что здесь можно сказать? Ну, во-первых, то, что дети дома ссорятся, это абсолютно нормально. Я тоже рос с братом, он был на 7 младше меня лет, мы тоже постоянно ссорились. Я тут бы, наверное, больше бы заходил бы, начинал бы эту решать проблему, если бы у меня такое было, с правило, которое предполагает выяснение отношений, если какой-то вопрос возник, в присутствии одного из родителей. То есть, мы заводим у нас в доме такое правило, которое гласит, если у вас с братом или с сестрой есть недоразумение, то выяснить, что и как, кто прав, кто виноват, разрешается только в присутствии одного из родителей, мамы или папы. Ну и, конечно, если это был мама, он потом должен это все рассказать подробно, если это мама, то папе, если папа, то маме. Ну, чтобы два родителя были в курсе, какой стратегии и как они вообще нацелены, да, вот выслушивать своих детей и как они становятся на сторону того или другого. Ну, вот поделиться просто, да, как это было, это очень важно, потому что сегодня мама, этот взрослый третий, в споре, завтра папа, и чтобы они, как говорится, в одну дудку дудели. Потому что, а то тогда получится, что какие-то вопросы мы бегаем решать к папе, какие-то мы вопросы бегаем решать к маме или решили с мамой, потом попробуем перерешать с папой, потому что папа более лояльный. Вот, здесь важна согласованность действий. И, конечно же, установить какое-то, ну, такое, да, наказание, которое не будет там, естественно, физическим каким-то, которое будет там лишение какой-то, возможно, привилегии. Если, причем наказание двум этим детям, да, потому что 9 и 12 лет уже могут оба понять, что это чревато так делать. Если вы попытались решить вопрос без присутствия взрослого третьего, вот, и это правило должно работать только так. То есть, можно решать вопросы между вами двумя только в присутствии взрослого третьего, мамы или папы. Решили вопрос по-другому, пожалуйста, месяц без смартфона, например, например. Ну, вот, как-то так, да, чтобы было понятно, это просто делать нельзя. И вот, когда они приходят, он меня, она меня, а почему, а вот так, а надо так. Так, и взрослый начинает, выслушивает одну точку зрения, а потом отдельно вторую точку зрения и взвешенно принимает решение в пользу одного второго или в пользу никого из них. Вот, как-то так, примерно это должно быть. И это правило, оно, в чем, как бы, фишка этого правила? В том, что совершенно четко понятно, что будет, если, да, если мы не позовем папу и опять будем ссориться, и опять наши родители будут от этого уставать, мы знаем, что мы будем месяц без смартфона. Это для нас не секрет. Это понятно, это определено. Второе, когда мы видим, что папа или мама выслушивают отдельно нашу точку зрения, и они нас не прерывают, они готовы нас выслушать, и потом готовы с нами обсуждать, то мы, я имею ввиду дети, обучаемся, так сказать, искусству дипломатии, мы затачиваем свой коммуникативный навык, потому что мы понимаем, что в следующий раз, если возникнет подобная ситуация, будет что? Будет либо месяц без смартфона, либо будет опять вот эта конструктивная беседа, в которой ни один из нас, думает каждый из детей, да, я бы не хотел там проиграть. Я бы хотел там доказать, что то, что я считаю, это правильно. И, конечно, поначалу, если там родители уже пишут, что они уже устали от этих слов, и, конечно, дети поначалу скажут, да, короче, понятно сейчас, начнется, да, давайте тут придумывайте все это, да, давайте, угу, да, сейчас посмотрим. Смартфона они лишат, ага, это вы так говорите, это типа, мама, ты говоришь, я тебя убью и никогда не убиваешь. Ну, это смартфон та же самая история. А возьмете один раз и действительно на месяц просто смартфон закройте куда-то в сейф, подключи, все. И ребенок-то подумает, елки-палки, да ну это вообще класс. А что такое, а почему? А потому, ну, были же условия рассказаны, это не шутка. Окей. И вот в какой-то момент, конечно, дети начнут понимать, что все, что говорится, это все реально может быть именно так, как говорилось. Тогда они начнут вас слушать, тогда они начнут воспринимать вас всерьез, потому что одна из тоже таких проблем, с которыми родители на консультацию приходят в том числе, это вот эти вот брошенные, так сказать, слова, которые никогда не подкрепляются действиями. И они могут быть разные. Я тебя убью, я тебя заберу смартфон, все что угодно, оно действием не подкрепляется никогда. Ребенок четко это понимает и он уже видит, что сейчас просто как бы не надо ничего менять, сейчас я просто немножко притихну, а мама все, что она говорила или папа, все это сейчас пройдет мимо и ничего не будет исполнено. Исполнено ни одно из их предупреждений, ни одна из них угроза наказания не будет доведена до действия. Ну а значит, все будет окей. Поэтому я бы вот с этой стороны бы зашел. Установили правило, что если один из взрослых не присутствует, то следует, например, лишение смартфона на месяц. Если вы хотите обойтись без мамы или без папы, и вам удается разобраться вместе, поговорить, и конфликт ваш будет исчерпан на уровне диалога, на уровне беседы, и вы сами придете к этому решению, и это не будет в форме скандала, и вы почувствуете в какой-то момент, что вы готовы обойтись без папы и без мамы, наказания не будет. Наказание будет, если ваше взаимодействие перерастет в тот скандал, от которого мы с папой так устали, и который не просто нас утомляет, да, ну то есть представьте, вы взрослые люди живете, и к вам сосед и соседка, когда хотят у себя в квартире поругаться, приходят и делают это именно у вас. Потому что дети 9 и 12 лет, это серьезно уже, там уже могут пойти. Уже действительно я понимаю вас, что вы так напрягаетесь, когда это происходит.